Обогатительный клапан, как следует из его названия, служит для обогащения рабочей смеси при пуске двигателя, что в свою очередь облегчает пуск и ускоряет прогрев двигателя на холостых оборотах. Подключается обогатительный клапан к желтому проводу генератора скутера. Это выход переменного напряжения. Питание на нем появляется только во время работы двигателя скутера. Второй провод садится на массу. Полярность роли не играет. Состоит клапан из корпуса, части которого вкручиваются друг в друга по резьбе. На одной из частей корпуса есть канавка под уплотнительное кольцо. Уплотнительная резинка, через которую выходят провода питания клапана. Две круглые латунные пластинки с присоединенными к ним проводами. Нагревательный элемент. Термоактивный элемент с уплотнительным резиновым кольцом. Шток. Пружина. Стакан, который через демпфирующую пружину соединен с запорной иглой. Между латунными пластинами размещается нагревательный элемент. Сверху устанавливается термоактивный элемент с металлическим штоком. Далее следует стакан с иглой. Ряд этих элементов подпирается пружиной. Корпус скручивается, при этом резьба садится на клей. Когда двигатель успешно запущен и напряжение начало поступать на нагревательный элемент клапана, тепло от нагревателя передается на термоактивный элемент, который по мере прогрева выдвигает шток, который в свою очередь, преодолевая действие основной пружины, выдвигает запорную иглу для перекрытия топливного канала. Колодце обогатительного клапана сообщается три канала. Это воздушный, топливный канал, который берет свое начало из поплавковой камеры. Это трубка со встроенным жиклером. Далее зигзагообразный канал, который ведет в колодец обогатителя. Это дренажное отверстие используется для чистки обогатительного колодца. Когда карбюратор собран, оно глушится резиновой прокладкой и крышкой поплавковой камеры. Третий канал. Это подача готовой топливной смеси во впускной коллектор. Рассмотрим ситуацию, когда двигатель скутера не прогрет и обогатительный клапан открыт. Разрежение, возникающее в опускном коллекторе, также действует на колодец обогатительного клапана, вызывая в нем понижение давления относительно атмосферного. Атмосферное давление давит на топливо в поплавковой камере, тем самым передавливая его через жиклер в крышке поплавковой камеры в отдельную полость, откуда топливо попадает в трубку обогатителя. Через встроенный в эту трубку жиклер топливо дозировано направляется в колодец обогатителя. В колодце топлива смешивается с воздухом и готовая смесь втягивается через канал подачи во впускной коллектор двигателя. По мере прогрева термоэлемента клапана, начинает выдвигаться запорная игла. После полного выдвижения, игла плотно садится в ответное седло и тем самым перекрывает собой топливный канал обогатителя. Обороты двигателя снижаются. Дополнительные сведения. Сопротивление элементонагревателя этого клапана 300 Ом. При напряжении 12 вольт клапан потребляет 200 миллиампер. От начала подачи напряжения на клапан и до полного запирания иглы потребовалось около 6 минут. Продолжение следует... Продолжение следует...